Ну а пресс-секретарь президента сегодня общался в Подмосковье с журналистами. По традиции темы разговора были самые разные. От комментариев по поводу заявлений в Киеве о готовности к переговорам с Москвой до перспектив разблокировки в России запрещенных ныне зарубежных соцсетей. За общением официального представителя Кремля с прессой внимательно следил Антон Талпа. Антон, ну во-первых, что это было за мероприятие? И неужели запрещенный в России инстаграм действительно может избавиться от такой нелестной формулировки? Фестиваль новых медиа в Подмосковном Сенеже – это образовательный проект для медиатехнологов. Хедлайнеры фестиваля, в нашем случае это пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, делятся опытом и говорят с журналистами, блогерами, медийщиками в обстановке, скорее, неформальной. В самом начале выступления Дмитрий Песков вот так настроил на нужный лад аудиторию. Мне сказали, что выступать перед вами бесполезно, потому что я ничего нового рассказать не смогу. И гораздо лучше просто ответить на ваши вопросы, если я смогу это сделать. В эти дни в Сенеже, как верно подметил Песков, собрались совсем не дилетанты. Это 400 лучших со всей России профессионалов в области медиа. Темы для разговора не ограничивали, поэтому и спрашивали пресс-секретаря президента о разном. Начали с вопроса о запрещенной в России социальной сети. Не считаете ли вы, что закрытие Инстаграма только негативно влияет на то, что мы могли бы позиционировать Россию на широкую аудиторию в том ключе, в котором нам нужно? Лучше как можно скорее возобновить этот доступ. Это моя точка зрения. Но здесь есть очень важная новость. Мы живем с вами в условиях войны. И в условиях войны должны быть ограничения. Но как только потребность в этих ограничениях станет минимальной, я считаю, что, конечно, нужно снова задействовать все платформы с тем, чтобы нести наш голос в мир. Обсудили в Сенеже и спецоперацию. На фоне визита министра иностранных дел Украины Кулебы в Китай в медиа появилась информация о том, что Киев вроде бы уже сейчас готов к переговорам. Песков же посоветовал с выводами не торопиться. Мы не знаем, что стоит за этими заявлениями пока. Мы даже не слышали этих заявлений из уст самого господина Кулеба. Но Россия никогда не отказывалась от мирного процесса. Мы сохраняем свою готовность. У нас есть задача обеспечить наши интересы, обеспечить нашу безопасность для нас и для грядущих поколений. Нам, или в результате специальной военной операции, или в результате мирных переговоров, для нас нет другой альтернативы, как достичь всех своих целей. Эта встреча задумывалась как мастер-класс Дмитрия Пескова. В итоге выступление получилось больше похожим на интервью пресс-секретаря президента. И понятно, что в этом жанре не обойтись без актуальных вопросов. Поэтому журналисты спросили и о законе, который запрещает носить в России религиозную одежду. И мы должны уважать все традиции и обычаи мусульман. И мусульмане должны уважать все обычаи и традиции нас и наших женщин, когда они приезжают в регионы Российской Федерации с преобладающим проживанием мусульман. Это, кстати, не всегда бывает, это надо признать. Но мы живем в такое время, когда возникает ситуация, связанная с необходимостью обеспечения безопасности. И, конечно, в этих ситуациях люди с закрытыми лицами, они противоречат тем задачам, которые стоят перед правоохранительными органами. Фестиваль новых медиа проходит с 22 по 25 июля. В списке спикеров, как это принято говорить в таких случаях, официальный представитель МИД России Мария Захарова, космонавт Олег Артемьев и другие. По итогам этой образовательной программы будут запущены новые медиапроекты. Да, спасибо, Антон.